Родителям шестерняшек было бы полезно побывать на третьем южном форуме «Домострой». Главная тема в этом году – роль женщины в укреплении семейных ценностей. Форум проходит в Ставрополе. Дебаты о семейных ценностях, мастерская «Домострой», деловые встречи, день благотворительности и многое другое. Почему акцент сделали на роль женщины, а не мужчины, и какие полученные знания можно применить в жизни. Об этом не только мы узнаем у сегодняшних наших гостей. У нас в студии Надежда Викторовна Безбудько, председатель движения «Сельских женщин России», Татьяна Васильевна Сорокина, председатель Ассоциации приемных семей Ростовской области, и Александр Максимович Родин, заместитель председателя Совета Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств. Нужно выдохнуть сейчас, у вас очень длинная должность. И сельскохозяйственных кооперативов. Добрый день у России. Добрый день, уважаемые наши гости. Добрый день. Форум уже идет. Что уже пройдено? Только в микрофон, хорошо? Сейчас идет пленарное заседание, где говорится о той самой главной и важной роли женщин в благополучии семьи. Домострой – это с Сильвестром написанный свод, как должна жить и развиваться семья, чем должны заниматься члены семьи. И в первую очередь самая тяжелая и трудная работа достается женщине. И особенно сельской женщине. Женщина должна заготовить на зиму закупки. Женщина должна научить детей, как вести себя в обществе и в семье. Уважать старших, любить старших, верить в Бога. И выполнять всю работу по дому и в семье, и в обществе только на благополучие жителей. А почему в этот раз решили сделать такой акцент на роли женщины? Потому что, как тоже говорят, мужчина – голова семьи и так далее. А вот в этот раз именно делаем на женщинах акцент. Ну, мужчина так и остался главой семьи. А все блага для него создает женщина. Женщина предана, верна, создает уют в доме, в семье, воспитывает детей, занимается с ними во всех вопросах – школа, садик и все остальное. А муж – ну, это от Бога. Ну, вот, уважаемые наши гости, у меня такой вопрос. Сейчас, ну, вот, по крайней мере, в моем обществе, да, который у нас сейчас, современный мир, который нас окружает, очень многие мамы, очень многие женщины, они такие же, как и мужчины. Современные, активные, работают, бизнес, зарабатывают деньги и так далее. А вот актуально ли сейчас в современном мире, чтобы женщина была дома, чтобы женщина только там следила за детьми, готовила еду, стирала и так далее? Нет. Женщина должна заниматься и политикой, и предпринимательской деятельностью, потому что часто женщины доводят до большего, лучшего результата. И как мужчины будут принимать какие-то решения, если они не знают наших насущных проблем? Того, как женщине жить, работать, воспитывать детей, какие программы должны быть в школе, какие вопросы с медициной, что нужно сделать лучше для того, чтобы дети возвращались в семью, чтобы дети возвращались в село и жили в селе. Что нужно сделать для этого? В первую очередь, это благоустроить сельские поселения. И во всех законах, во всех программах и проектах на первом месте, как говорит наш президент, должен быть человек и благополучная семья. А судьба каждого лидера, каждого человека, особенно мужчины, зависит от того, какой у неё надёжный тыл. А надёжный тыл – это семья. И часто сегодня встречается, что мужчины занимают роль женщины в семье. У нас в движение вступили двое мужчин из Утмуртии. Поэтому нет таких правил, что вот должна быть только женщина дома и всё. Нет, всё должно быть на благо семьи. Уважаемые наши телезрители, вот перед беседой, перед нашей с вами встречей, у нас была информация о том, как в семье появилось сразу шесть детей. А вот у нас есть человек в студии, который воспитал 81 ребёнка. Ещё воспитываю. Воспитываете, да, за всю свою жизнь. И только двое – это свои, то есть остальные все приёмные. Вы на домострое как специальный гость? Наверное. Чтобы поделиться своим опытом? Да. А в чём секрет? Как 81 ребёнок? Ну, разные люди бывают. Одни не могут одного воспитать, научить. А если у меня получается? Получается. Меня слушаются. У нас дома порядок, чистота. Ну, шума такого нету. Играем, балуемся. А сколько сейчас в доме детей живёт? Ну, сейчас 12 школьников и 4 студента. Я вот, ну, у меня дома три сестры, и мы когда были маленькие, там летело всё, если честно. А у нас тоже есть компьютеры, кровати, шкафы, всё было вот так вот. Ну, я вот как, знаете, этот мультик про обезьяну, я успеваю всё поймать и поставить на место. А вот, ну, это же серьёзная ответственность. Конечно. Это же воспитать, это поставить на ноги, отучить, там, показать, что дальше, как рассказать. Я воспитываю их, а меня воспитывают учителя, психологи в учреждениях. Когда что-то там провиняться, кто? Главное, кто виноват? Виноват опекун, мама. А вот как участники домостроя реагируют, ну, когда узнают? Ну, вот моя реакция, да, сразу понятно, как, а ничего себе, ого, 81 ребёнок. А как участники реагируют? Участники пока ещё мы не выступали. А, будете только, да? А вот когда пишут где-то в СМИ, и там комментарии, я даже, такие обидные комментарии бывают. Вот бабка понабрала детей, живёт за их счёт. Знаете, очень обидно, потому что у меня мой доход, лично мой, 50 тысяч, и они все уходят на моих детей. Я их вожу. И в Москву возила, и в Белгород возила, на море мы, и в Анапе были, и в Джугби были, и в Геленджике. Оно везде. Это я всё вожу за свою скопленную пенсию. То, что в доме всё летит, там, то кран сорвут, там, душевая долго не держится. Это, опять же, я покупаю за свой счёт. Всё, всё с моей пенсии. Это мне сейчас напоминает нашу редакцию. У Татьяны в основном дети, берёт она их больных, тяжело больных и сложных, и лечит их. Сколько операций одному ребёнку? Ну, этих трёх зайчиков, что зайчья губа и волчья пасть, на троих сделала почти 40. Челюсть на лицевых. Ну, есть и взрослые, да, дети. Я понимаю, 50 тысяч на 12 детей, ну, это прям, вот, какие-то сказки, мне кажется. Нет, ну, на ребятишек, кто на опеке, на тех выделяют 10 тысяч сейчас, в этом году. Там идёт на питание, ну, и немножко на остальные нужды. На коммуналку там не хватает. А почему вот вы решили, вот что, я не знаю, в голове как-то отложилось? Вот что, это ваше предназначение? Это моя карма, это моя судьба. Я ещё замужем не была, уже думала, что у меня будет большая семья. У нас у мамы было шестеро, я воспитывала младших. Старшая сестра была больная немножко на голову. Я всех поднимала, маме помогала. Только вышла замуж, а замуж вышла по договорённости. У нас с мужем фиктивный брак был, но он продлился 44 года. В этом году было бы 50, но он умер 6 лет назад. Вот, и мы сразу, я ему заявила, мы с тобой возьмём детей с детского дома. А он сам детдомовский же. Вот, и он сначала типа понемножку, а потом хочется и того взять, и того. Никогда не выбирали там красивый, умненький. Как вот мать рожает, она же там не знает, что там у неё родится. Что родится, то её, что Бог дал, то воспитывай. Так и я. Пришла в детский дом, дали список, там 12 детей. Кого выберете? Как выбрать? Это же не мебель, не цветы. Всех заберу, забрала всех. Пришла в роддом, три младенца лежат. Жалко так, это там недоношенные в Зернограде были. Она говорит, вот, никто брать не хочет их, а в доме ребёнка они сороковые на очереди. Говорю, давай я возьму. Опека не разрешила. Я их усыновила. Было 53 года в нем. Им уже по 14. Вот это огромная, большая, счастливая семья. Скажите, пожалуйста, Александр Максимович, у вас тоже, наверное, определённая тема, на которую вы будете вести дискуссии. Какая? Ну, тема какая она, в принципе. Касаемо, да, сельского хозяйства, да, и девушек, женщин. Развитие сельских территорий. Проблема-то в чём? И она и у вас есть. Уходят молодёжь из села, и причём в первую очередь уходят девушки. У нас сейчас на пятерых уехавших четыре девушки. То есть, ну, нет работы, нет перспектив, они не видят. Поэтому вот сейчас программа, которая по инициативе президента разрабатывается, ну, разрабатывается, она будет 1 июня, наверное, принята до 2025 года. Там большое внимание уделяется развитию сельских территорий, и социальной сферы, и инженерной коммуникации, и дороги. Но самое главное, конечно, всё это будет реализовываться, если будет инициатива с мест. И вот наша задача, задача Ассоциации фермерских хозяйств, всё сделать для того, чтобы всколыхнуть сейчас, в первую очередь, молодёжь. Значит, не что нам чиновники напланируют в Москве, а что конкретно в конкретном населённом пункте молодёжь хотела бы получить для того, чтобы достойно жить. Мне кажется, молодёжи нужно просто предоставить обучение, предоставить эти самые рабочие места, где после обучения. Её должно быть, когда, ну, я должен отдать должное вашему великому земляку Михаилу Сергеевичу Горбачёву. Он сам был, если помните, комбайнёром и орденом получил, как комбайнёр в своё время. Практически по его инициативе возникло фермерское движение. И, в общем-то, конечно, сейчас в первую очередь надо создавать все условия для того, чтобы было осуществлено то, что и он намечал реализовать не удалось. И то, что последователь его, Силаев Иван Степанович, председатель тогда Совета Министров России, он в своей речи 27 ноября 1990 года рассказывал, что должно быть на селе в первую очередь, чтобы были добротные усадьбы крестьянские. Не жалкое подобие городских условий, а нормальные дома с хорошими постройками надворными, чтобы семья развивалась вот так, как в домострое. Так, чтобы вот такая семья большая имела всю землю и удобство и всё прочее. И сейчас мы к этому подошли практически. Но это будет реализовываться, если действительно в каждом населённом пункте народ подумает об этом. А сейчас что происходит? Впервые с 1978 года в сельской местности рождаемость ниже, чем в городах, а смертность выше. То есть село вымирает. И за этот вот период, с 90-х годов, из сельской местности, из малых, в первую очередь, населённых пунктов ушло 9 миллионов по разным причинам. И умирают, и уезжают. И сейчас у нас более 30 тысяч деревень уже без жителей. 2 миллиона с лишним заброшенных по дворе. Ну, мы кому-то эту территорию отдадим. Я думаю, для Ставропольского края вот развитие именно сельского хозяйства в сельской местности будет очень актуально. Актуально. Поэтому, думаю, вы и здесь, и у нас. Да, конечно, конечно. У вас здесь ассоциация есть, и она неплохая ассоциация. А у вас своя ассоциация есть в фермерских хозяйствах. Поняла. Спасибо вам большое за беседу. Желаю, чтобы форум закончился благополучно. Надеюсь. Вам спасибо за воспитание, вам спасибо за развитие, а вам за этот форум. Спасибо. Желаем вам хорошего дня. Ещё раз напомню, у нас в гостях Надежда Викторовна, Татьяна Васильевна и Александр Максимович. Вам хорошего дня. Милого и благополучия вашим семьям. Спасибо. До свидания. Всего доброго.